Приветик, мой дорогой зритель, мы продолжаем доходить до конца игру по названию Bloodline, Линия Крови, и последней, предыдущей, то бишь, серией мы, короче, говорили с этим бедненьким доктором, потом мы его сожгли нахрен, а теперь что? По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Мы, в общем-то, признание какое-то забрали, только принесли к нему подписать, а он оказался уже мертвый. Все именно так, как сказал Робертсон. Признание во всех преступлениях, которые он тут обрал, совершил его именовки. Как жаль, что здесь нет подписи. Ну, видимо, что-то надо найти еще. Сейчас будем думать, чего бы еще тут такого откопать. Так, ну вот тут что-то с трубами связанное. Сейчас будем по восклицательным знакам судить. Ага, вот тут вот что-то есть, типа... Типа что-то есть. Ну вот, мы что-то повернули опять. И что в итоге? В итоге пока что не знаю что. Но что-то должно случиться, по сути. В гробах вроде бы никого. И тут вроде бы никого. Этот разломается гробка кто-то или нет? Не хочет ломаться. Ну да ладно. Так, давайте-ка выйдем и зайдем. Тут все равно что-то горит. Не очень я понимаю, если честно, в чем прикол. Так, ну вот, опять тут пар. Так, что-то... Что-то я не очень-то врубаюсь. А! Труба замерзает. А! Значит, здесь течет очень холодная вода. Теперь пар мне не страшен. Можно идти дальше. Я вот только не понимаю, зачем мне обратно можно поворачивать это дело. Тут у нас вроде бы ничего нету полезного. Ладно, сейчас будем разбираться. Сейчас будем смотреть. Выбора у нас нема. Давайте обратно повернем эту трубу. Где она там у нас была? И пойдем дальше посмотрим. Что будет? Хорошего? Или плохого? Тут все еще кто-то стучится очень настойчиво. Я уже отвыкла от этой резкости. Бешеный. Тут у нас все труба херачит. Нет, что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Ладно. Пойду обратно выкручу трубу. Раз такая тут беда. А тут что у нас? Непонятно. Не знаю. Сначала выкрутим трубу. И сходим обратно в зал. Теперь пар мне не страшен. Можно идти дальше. Сходим в зал. Теперь мне интересно. Может быть... Опа! Это что сейчас было? Что-то я в какой-то баг опять попала. Беда мне с этими багами. Нет, все равно пар тут херачит. Очень сильный напор. Так, я пока что не понимаю в чем дело. Что мне нужно сделать там? Сейчас посмотрим здесь. Может еще что-то здесь надо сделать? Понятия не имею. Нет, тут все закрыто. Тут все закрыто, перекрыто и так далее. А здесь... Вроде бы восклицательных знаков нету. Ничего нету. По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Да что ж мне еще интересного тут найти-то, а? Ладно, пойдем опять исследовать. Бесконечно исследовать эту штуку. Трубу эту несчастную. Чем бы мне в тебя тыкнуть? Допустим, ломом. Нет. Нет. Что-то здесь не так. В чем прикол? А, мертвую кошку надо было забрать. Вот это да. Зачем она мне? Зачем мне труп кошки, скажите мне? Ну, теперь попробуем выйти отсюда. Авось получится. Так, где это у нас было тут? Авось получится. Да. Ну, там звуки. Просто ужасные какие-то. Я думала, сейчас монстр вылезет. Так, выход. Все, поехали. На загрузке мы видим какой-то стол непонятный. Какая-то подушечка на нем. А на подушечке какой-то ключ или что-то вроде того. Ну что, мы приехали. Открываем. Куда это мы приехали вообще? На какой-то чердак, что ли? Я слышу зомбаля. Ага, вот ты где. Это, это блюотина, по-моему. Ага. Тупняк, да, настал у тебя? Где мои секиры? Где все мои секиры? Ну как откуда? Снацистская Германия это еще сохранилась-то. Доктор Брант у нас, получается, что был ученым еще во времена Второй Мировой. Но эти вещи выглядят очень древними. 10 фпс у меня опять. Нужно узнать, откуда они. Может быть, это поможет мне понять, что здесь происходит. Какое совпадение. Здесь есть углубление в форме амулета, который я нашел в сейфе доктора Брауна. Это может означать только одно. Изначально амулет находился в этой коробке. Хотел бы я знать, где Браун его нашел. Имеет ли он какое-либо отношение к тому, что здесь происходит? Так, а что ты не ложишь-то амулетик-то? Не хочет он амулет ложить обратно. Ну ладно. Значит, как говорится, не судьба. Здесь, я смотрю, очень много дверей. Словония от кошачьего трупа просто невыносима. Он уходит хорошую приманку. А что это вы... Куда тут беретесь-то, а? Это куда? Какая-то дверь. Сохранится. И посмотреть, что здесь у нас хорошего еще есть. У-у-у, тут сколько гробов-то. Очень много гробов. Ну и все, собственно. Крест, всякая херня. Давайте вот эту дверь проверим. Дверь закрыта. А. Ну, по-моему, за ней ходит мертвец. Если бы я смог привлечь его внимание, он бы выломал дверь. Интересно только, что он сделает со мной, когда доберется сюда. Понятия не имею, но... Если это не поможет привлечь зомби, то не знаю, что я еще смогу сделать. Давай-ка мы это с тобой улепетывать куда-нибудь. А, это этот. Ага. Этого я знаю. Давайте мы с тобой куда-нибудь запрыгнем повыше-то, а. А-а-а, придурок. Ой, еще один. Тут уж вас столько-то, а, товарищи. Так, как бы мне в тебя попасть? Чуть мне кажется, я не достаю. Ладно, давайте сначала вот этого вырубим. Что он уже на очереди тут. Мы его вне очереди примем. Так, вот тут я вижу какое-то возвышение. Может побежать попробовать на него? Как думаете? Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А, кстати... Ой! Эта хрень обвалилась. Ну, блин, как можно с 12 фпс-ами-то играть? Обалдеть можно. Да что ж такое? Что ж ты будешь делать-то, а? Прыгни ты уже на этот стол, гребаный ты, а! Песец просто какой-то, честное слово. Ой! Так, ну вот, вроде куда-то запрыгнул. Между прочим, я сейчас сдохну. 8 фпс. Как так? Как так можно играть? Я бы хорошо играла бы. Все было бы очень легко и просто. Если бы... Было бы, блин, побольше фпс-а. Еще и жму. Не жмется. Ну, вообще, кирдок какой-то. Так, еще там какая-то дверь наверху. Там все ввалилось. Замечательно просто. Так, ты сдохнешь когда-нибудь или как? Сколько тебе хатшотов надо, чтобы ты там сдох уже? Капец, слушай. У него в голове уже места живого не осталось. Наконец-то. Так, ну вот, дверь. Как бы открыто. Не сохранится. Куда мы вышли? Мы вышли. Что за звуки? Гроб. Тихо, тихо, тихо. Что у нас тут? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Открой. Ох, какой-то пулемет. Автомат. Где-то зомбарей. Наверное, наверху. Забирай аптечку. Забирай автомат. Ну, блин. Ты вообще... Как вообще? Наконец-то. Наконец-то. Чудеса. Тут что, ничего не вылезет? Ничего не вылезло. Чудеса. Так. Ладно, пойдем наверх. Чего там уж тормозить-то, а? А, кстати говоря, это, походу, та дверь, которая... Нет? Нет, вообще чуть не то. Это вообще чуть не то. Ладно. Так и думала, что сейчас какая-то хрень вылезет. Я вот прям так и думала. Так. Так, ну и что, собственно, здесь больше ничего нету, я так понимаю. Я не знаю, как... Как исправить эту фигню с фпсом, но это... Просто невозможно. Если будет такой же фпс, когда будет борьба с боссом, то вы представляете себе, как это... Как это будет выглядеть. Надеюсь. Ой-ой-ой. Ничего хорошего, короче, от этого можно будет не ждать. Закрытая дверь. Так, вот что у нас есть? А, у нас есть доска. Не получается. Лом. Нет. Так, что-то я не врубаюсь. А чем тогда открыть? Мертвая ворона. Может, надо как-то ворону вскрыть? Ломом? Ну, как бы не то. Да мне как бы нечем ее вскрывать-то, блин. А что еще можно применить к вороне? Да ничего, по-моему. По-моему, ничего нельзя к вороне применить. Такс, ладно. Давайте-ка посмотрим повнимательнее. Что еще тут хорошего у нас есть? Так, а вот склятственный знак? Тут нету больше. Хорошо. Так, тут крюк какой-то висит. И тут крюк висит. То есть не висит, а лежит. Но этот крюк нам ничего не дает абсолютно. Ну ладно, давайте-ка выйдем тогда обратно сюда. И что теперь? А, у нас еще вот тут вот дверочка есть. Тушь закрытая. Так, интересно. Ну а здесь хоть лом поможет? Нет? А ладно. Ну вы че? Ну вы че? Блин. Ладно, еще есть дверь наверху. Давайте-ка попробуем ее... Как надо до нее добраться. Хотя там все обвалилось. Но... Сейчас посмотрим. Ну да, собственно, тут... Ничего не поможет никак забраться на нее. Что за музыка? Опять зомбарь. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Как-то. Вот так-то. Так, как бы мне... Как бы мне забраться туда, а? Как думаете? Опачки, я забралась туда. Куда? Ну тут закрыто. Блин, да шо ж такое? Так, подождите, у меня еще доска есть. Что-то я доску тогда не заметила. Ломик. Не хочет он ломом ничего делать больше. Зачем мне этот лом тогда, если он ничего больше им не хочет делать-то? Или мне обратно нужно туда, я не знаю. А че я вообще здесь взяла? Здесь ни хрена не взяла, кроме как... Автомата. Ну и вот... Тут было место для амулета, но он туда его не хочет ссувать почему-то. Ну, блин. Застреватель. Как мне туда засунуть амулет? Я не смогу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. Ага, но у меня есть... Ой, у меня есть доска. Тачпад вырубись. Так, стоит как следует толкнуть бочку. И? И что? Я не очень понимаю, в чем прикол. Там что-то проломится, что ли? И что? Опачки. Интересно. Интересно. Очень интересно, куда это проломилось. Надо сохраниться. А, слушайте, так это одна из тех камер-изоляторов. Дверь открыта. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так, говорит. Бывает. Так. Мы опять в больничке. Правда, в этом помещении я лично еще не была. Ти-ти-ти. Подумаешь, у нас же есть лом. Ломик всему голова. Не знаю, стоит ли это делать. Готово. Как-то не стоит. Или ты хочешь сказать, что сейчас... Чувак проснется. Нет, это было бы плохо. Еще один труп. Думаю, его стоит обыскать. Может быть, я найду что-нибудь интересное. Ничего. Есть только одно письмо, которое он не успел отправить. Ну-ка, ну-ка. Письмо адресовано жене покойного. У него не было времени отослать его. Здесь есть кое-что интересное. Дорогая, я пишу тебе это письмо, потому что не хочу, чтобы ты беспокоилась обо мне. Хотя мне совсем не нравится все то, что происходит здесь в последнее время. Исчезают пациенты. Происходят странные несчастные случаи. Я знаю, что умерло уже по крайней мере три пациента, а двое куда-то пропали. Все мы заперты здесь. Словно больны не наши пациенты, а мы сами. Я бы не стал тебе это писать, если бы не подозревал, что странное поведение нашего директора имеет что-то общее со сложившейся ситуацией. Некоторое время назад я видел, как он выходил из канализации под кухней. В руках у него был большой ящик. Еще до того я видел, как он изучал план канализации. Это натолкнуло меня на мысль, что он нашел никому неизвестный выход из лечебницы. Он дружит с мясником, поэтому тот не донесет на него в полицию. Но я опасаюсь за свою жизнь. Если он узнает, что я что-то подозреваю, я не хочу, чтобы следующий несчастный случай произошел со мной. Я тебя очень люблю. Это все, что я хотел написать. Канализация под кухней. Может быть, в ней я смогу найти ответы на мои вопросы? Слушай, ну блин, мы уже тут все облазили с тобой. Уже были в самой лаборатории, где мы только не были, но все никак ответы не находили. Опачки, доктор Браун. Ну что, поговорить? Давай поговорим-то ее просто. Может быть, и не только его. Я все знаю. Это же смешно, Джим. Ты снова пытаешься оказаться умнее, чем ты есть на самом деле. Родерсон все мне рассказал. Я могу доказать, что ты причастный к незаконным экспериментам на пациенте. Все вас уничтожен. Вот это приятное. Даже когда ты находишься, Джим, ты не ехаешь. Поэтому я знаю, что его призрание грязное, о чем внимание беспокойтесь. Не стоит так серьезно воспринимать людей, по нему человеку. Доктор Родерсон на ботосфальд, он не был больен. Но нет, Джим, он не пациент. Да ладно, очень тяжело упорит. Да ладно, дай мне сейчас же, и можешь идти куда хочешь. Я открою для тебя все двери. Ты видишь, что угодит? Что скажешь? Да, конечно. Мы приятные смеси. Ты в нем немного не оставил, но мне нужен лишь мой обувь. Я его очень сильно удастался мне, у наследства. Это самое обычное упражнение, но мне не хотелось бы потерять. Ты понимаешь, Мир? Мне так давно не подумал, что вы будете почти манять меня. Среди за своим безыкомщим. Я никогда ни о чем не прошу. Если мне что-то можно, я так мучаю. Хрань или пост. Среди меня. Это как раз стоило в мой дом. Если что-то другое. Тебе это удалось. Надеюсь, ты доводится. Ну ты уже пытался один раз. Чего ты пыжишься-то? Сейчас натравят на меня-нибудь какого-нибудь суперклевого монстра. Давай, в свои... Опачки, там их три. А, так, одна дверь осталась. Ага, понятно. Куда б забраться? Оп. А это не пашет? Кровать, вот. Ха-ха. Покедова. Неудачник. Ты будешь перезаряжаться там или как? Так что кишок моих тебе не видать, докторишка. Так он еще и слабак какой-то. Вот что самое интересное. Так что мы сейчас сохранимся с вами. Посмотрим, что здесь хорошего есть. Так, тут ничего хорошего нету. Тут у нас что? Тоже ничего. А здесь... Ой! Ой! Кто-то где-то хрюкает, рычит. О-о-о-о. Ладно, мы не будем нато в кашу тянуть. Мы сейчас просто... Откуда звуки-то идут? Опа, дверь открылась. Давайте-ка мы зайдем сюда. Почему звуки такие? Ага, ясно. Эти сволочи, которые ползучие, очень живучие. Как ни странно. Что у нас тут? Ну, ФПСик, давай ты уже увеличься хоть немножечко, ё-моё. Браун отлично знал, что делать. Он подстроил ловушку, а я в нее попался. На этот раз мне повезло, но что будет дальше? Понятия не имею, что будет дальше. Да, работает. Может, сначала стоит вызвать полицию? Попробуй. Это полиция. Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Как хорошо, что я дозвонился. Назовите свое имя и расскажите, что с вами случилось. Меня зовут Джин Кард. Я не смогу объяснить вам, что здесь происходит, но очень прошу, пришлите сюда кого-нибудь. Пришлите вооруженное подкрепление. Не могли бы вы говорить яснее? За такие шутки вас могут обвинить в хулиганстве. Это не шутки. Я говорю серьезно. Послушайте, я знаю, что все это звучит неубедительно, но здесь происходят страшные вещи. Вы должны поверить мне. Джейм, как нехорошо с твоей стороны. Я ненавижу полицию. К счастью, их можно легко подкупить. Не думай, что я позволю тебе помешать моим планам. Пока. Как же ж, так же ж. Черт, это конец. Это не конец, Джим, это не конец. Надо было давно уже убегать отсюда. Че ж ты это? Тупил. Где я опять? Какого хера музыка опять заиграла? А, понятно. 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 Перезаряжай себя, а. Пациентики немножко разбушевались. Что у нас тут хорошего? Консерва одна. Просто супер. А тут у нас че? Опять лифт, который сломался, типа. И неактивная дверь. Просто супер. И че мне теперь делать с этим? Я не знаю. Так, вот тут с этой двери выходил чувак. Она открыта. Тут нет ничего. Вот тут вот где-то. Где? Что? Так, вот за этой дверью должно быть что-то страшное. Значит, за этой. За этой дверью что-то страшное. А, ну это всего лишь-то. Я думала, тут что-то пострашнее будет. Это мне не страшно. Даже с семьей фпсами. Так, подождите. А че теперь? Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты там собираешься помирать или как? Так... Ты же одна, я надеюсь? Нерабочий лифт? Конечно, это работа Брауна. Ладно, сейчас посмотрим, что нас тут ждет. Нам, в принципе, уже мало чего страшно в этой игре, правильно? Надо только сохраниться. Эти коридорчики мы уже знаем. Вернее, не конкретно эти. А вообще... Сам принцип этих коридорчиков. Там, по-моему, кто-то за ней есть, за этой дверью. Давайте попробуем ломик. Почему бы нет? А где мой ломик? Ясно, ломик мы куда-то дели уже истратили. Хоть ФПС немножко повысился в таких вот помещениях. Опа. Привет. Нет, я соврала. Вот сейчас опять он стал 11. Так. Уж подумал, еще кто-то меня мочит. Почему вот здесь у меня сейчас стало 9 ФПС? Какого хера? Очень горячо. Так у меня же есть перчатка. А мы ее носили половиного игры, блин. Вот она нам сейчас поможет. Не знаю, зачем нам сейчас чайник. Прям вот чай захотелось попить прям. Че сейчас-то? Ты меня удивляешь, если честно. Кто там зашел? Или это просто дверь закрылась? Без понятия. Радио, как обычно, нам ничего хорошего не вещает. Так, вроде бы мы здесь все сделали. Сейчас посмотрим. Вроде бы да. Тут закрыто. Это мы вышли на другую часть коридора. Сколько здесь дверей? Дверь не открывается. Она примерзла. Должно быть с другой стороны находится холодильник. Надеюсь, что... Так вот же у нас чайничек с кипяточечком-то. Бесполезно. Дверь не открывается. Она примерзла. Чайничек не помог. Должно быть с другой стороны находится холодильник. Привет, подружка. Падай уже. О, еще одна. Куда же вы беретесь-то, а? Еще? Готово? Ну, хорошо. Так, туда. Тут закрыто было. Это было сюда. Тут никто не появился. По сути, нам надо, наверное, печку туда как-то перенести, как думаете? Но я думаю, что это не поможет. Ну, то бишь, мы не сможем просто перенести печку. Вот так просто захотелось нам. Так, где мы были, где мы не были? Вот тут мы не были. А, слушайте, так надо его взорвать, эту дверь просто-напросто. Тут что-то... Кто-то протащил здесь труп. Я вот тоже так думаю. Маленький ключ и патроны. Опять маленький ключ? О-о-о-о, я помню маленький ключ. Так, надо консервы скушать. А тут у нас какой-то вентилек. Культивогазик. И фиг его знает, что еще. Но на этом я закончу, пожалуй. И все остальное мы с вами увидим в следующей серии. Так что смотрите. Присоединяйтесь. И всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok